Блин, что у меня здесь с носом? Красивый нос, красивый нос. А вот я делаю чубрика. Чубрик, пубрик, чубрик, пубрик. Всем привет, всем привет. Давно не виделись в прямом эфире. У нас сегодня тема очень интересная. Я на кухне Натальи Варвиной. И мы сегодня будем печь, беляши жарить, пончики делать. И болтать. В общем, немножко в сторис уже показали. Тут, наверное, долго объяснять, да, что мы делаем. Значит, у нас, у Наташи, у нас, у нас есть тесто. Наталья его подготовила уже заранее, делала она его на дрожжах, да? Да, можно и с живыми работать. Сейчас покажу. Есть живые дрожжи, да, есть такие. Фарш. Фарш. Хочу немножечко от этой темы показать, как мы едим беляши и худеем. Это тоже, кстати, отдельного разговора стоит. Живые, блин, я называю вот эти, которые прессованные дрожжи. Есть дрожжи сухие. Так, живые дрожжи, в общем. Сухие. Можно из любых делать. В рецепте указано, сколько надо живых, сколько сухих. Так, ну, Натали, давай. Я вообще хочу сказать, что было бы неплохо нам завести какой-нибудь YouTube-канал. Да, наверное, поможем. Нет. Представляешь, вот так вот готовить какие-нибудь прикольные вкусняшки. И обучать дилетантов. Я, кстати, сказать, готовить умею. Не могу сказать, что я делаю это как-то фантастически особенно. Но готовлю всю жизнь. Вообще-то, боя детей, как-то их кормлю. Но никогда не работала и не занималась с выпечкой, с жаркой. Вот поэтому для меня будет очень информативненько, дорогуша, сегодня. Так, Наташа вымешивает фарш. Это говядина с луком, с мороженым луком, для того, чтобы он не имел ядреного запаха, резкого вкуса. Наташа его морозит, а потом блендером пирает. Блендером, да. Ну, и если вы готовите фарш вот прямо сейчас, то да, сейчас в чертень коробка. Ой, блин, аромат вообще просто волчебный. Пахнет чудно. Так, погнали. У нас тесто уже перестало. Значит, что мы делаем с тестом? Слушай, а я думаю, что кому-то будет интересно? Может, а? Что, смотреть? Да. Я не знаю, а что там пишут. Вы супер дуэт, ну дуэт-то супер, да. Только как-то готовить так. Да, вон все пишут. Как дела? Дела нормально. Девочки, девочки, все нормально. Я просто очень хочу посмотреть реально, как Наташка печет. Не дадут сейчас это нам нормально с тобой делать. Да? Дормайся. А что тогда делать не будем? Людям такую радость дарить, в удовольствие. А что там смотрит? Восемьсот семь, но еще пока набирается. Люди-то на работе, время плохо. Столы предварительно обрабатываю спиртом. Ну, в чем-то и дело. Лучше сториз давай запишем, будет интересно, мне кажется. Масло растительное на стол. Мне спрашивают, как ты на столе готовишь. А он спиртом обработанный, все в порядке. Тем более мы готовим не сырое блюдо, а то, что у нас будет подвергаться термической обработке. Поэтому здесь вообще нет никаких проблем. У нас уже тесто садится. Так, я с работы смотрю, мы ждем. Так, здравствуйте, красотки, всем привет. Я буду параллельно где-то вопросики читать, потому что мне очень хотелось посмотреть. Я тут, получается, как бы буду и смотреть, потом запишу эфир и сама пересмотрю, и уже попробую сделать. Тесто ты не расскажешь потом, как делать, да? Заходите ко мне на страницу, рецептируйте. Да что такое, это пиар-то просто, это пиар-штучки. Лаурех, руки надо помыть. Иди мой ручки. У нас вот еще одна маленькая помощница есть, ее зовут Лаура. Мы можем тебе стульчик подставить. Давай руки. Так, а блинши где-то мне кажется. А ты не работаешь тогда с шапочкой, когда знаешь, что поваров такие эти? Я же не на общепите работаю, я у себя на кухне. Я могу здесь вообще хоть 300 баллов. Хоть без трусов, да? Да, ты понимаешь? Так, добрый день. Все с работы смотрят. Ну, хорошо, что у вас есть такая работа, где можно позволить себе посмотреть интереснейший прямой эфир, как готовить чебураки. Уже чебураки. Начинай с беляшей. Так, сначала я отвешу тесто. Я буду делать это на весах. В принципе, это может нам делать Лаура. Тесто можешь сам отвешивать, выкатаешь в этом масле. Так, помощница Лаура, мы делаем такие комочки, на сколько они грамм у тебя получились? Я по 50 буду делать, мне кажется. Блин, ну я могу, надо посмотреть, в своем же эфире посмотреть, поскольку граммов я их делала. А что надо делать? Иди на весах, взвешивай их. Иди. На весы. Так, на улице кайф, беляши, беляшочки. Да, пока что можно. Мы с Наташкой сидим на интервальном голоде, поэтому у нас самое время сейчас пообедать, а потом после пяти или... Ну, я, допустим, после шести не ем. После пяти не могу еще пока что. Я ложусь поздно спать, поэтому до шести у меня есть время поесть, а потом уже закрыть свой ротик на замочек. Да. Так, Лурок, сколько? Ты их руками-то сильно. Аидка пишет, мне тоже пару беляшей. Тебе прям Аид с доставкой на работку тебе? Аид, приезжай. А мы, можно ли делать такие круглышки? Муж мне сказал, обязательно привезти ему тоже попробовать. Давай, смотри, Лаура, вот так вот отрезаешь кусочек, да? Привет, привет, Якутия, ничего себе. Звешиваем. Какие привет? Все, только не трогай руками. Вот смотри, видишь, у тебя волосинка на пальчике? Давай, убери ее. Это от Рональда. Это от Рональда. От Рональда. Надо аккуратней. Нет, ну это... Поэтому часто в беляшах Наташки есть волосенки Рональда? Нет, такого нету. Я за этим тщательно слежу. Что я делаю, да? Зайка, вытри руки. Что ты молодец, что ты их помыла? Ленка, хорошая помощница. Так Даня хоть сделает. Давай, отвешивай с ребенка. Давай, мне надо понимать, реально почувствовать руками, сколько должен быть колобок. По 50, мне кажется. Сейчас я проверю. Вот смотри, вот так отрубаем. Да? Да. Какая удобная у тебя вот эта вот расчленитель тесто. А можно мне помочь? Вот так вот. Подожди, смотри, берем. А мы сейчас проверим, потому что... Смотри, какой у меня глаз-алмаз. Не, у меня 36. 36 это много? Мало. Мало верни, добавляем, да? Я хочу помочь. Сейчас, ты главу развешивай. Подожди. Так, поскольку у нас... Так, подожди, глаз-алмаз или нет? О, смотри, смотри, смей четко. А, ребят, я вру. По 30 граммов у нас должно быть. Ну ты что, вообще теперь перелепливать? Да. Смотри, а я четко 50 кинула. 50 много. Я умею полтиньки считать. Полтежки. Рюбочками. Так, Лауреш, вот смотри, на весах должна быть цифра 30. Конечно, так не обязательно заморачиваться. Ну, реально. Ну, просто я хочу, чтобы я... Тебе можно отрезать. Тебе можно отрезать, и надо, чтобы была цифра 30. Хорошо. Я так заморачиваю, что мне хочется, чтобы они были одинаковые. Можно отрезать? Можно, что ты стоишь? Можно, можно. Так, что ты стоишь-то, ты дай отрезать-то. Режь, давай. А так? Да. О, пошло дело, молодец. Давай еще, 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 еще. Так, должно быть, значит, 30. Это много. Только так не катайте мне их. Вот вы мне их взвесили и дайте, а я покажу. Все, нормально. Да, нормально. Вот если вот это такие куски. Мы что делаем? Разлепляем. Неправильно. Такой ромашечкой складываем тесто. Складываем и закатываем его в шарик. Вот у нас заготовка для беляж есть. Для беляжа. Я хочу беляжа. Слушай, ну сейчас знаешь, что начнется? Просто есть вот эта вот история. Сколько лет вам, кому, мне или ей? Наташке 45, мне 34. У меня 55. Шучу. Наташка мне на пару лет постарше. Орёш, надо отрезать, я тебе объясню, не стараться тесто меньше мацать. То есть такой вот кусочек. Такие слова за ребёнок озвучивать. Разве какое-то матное слово? Мацать? Мацать. Мне кажется, с детства было принято только дело за задницей. Ну это ты, Лена, с своими пошлыми ассоциациями. Я значительно про тесто говорю. А сейчас кто, а сейчас кто-то забудет. Вот смотри, я тебе расскажу, Зай. Вот так вот не надо тесто. Ты берёшь. А, ты не взвесила. Сейчас ты же мать. Давай вот эти кусочки. А вот эти можно объединить? Конечно. Конечно, их и нужно объединить. А я просто? Мы их просто вот так. Взви сначала. А дальше я тебе покажу, что надо сделать. Вот, Лавриоша, взвешиваешь. Большой. 50. Убирай. Убираем. Тесто такое воздушное, прикольное. Да, я возьму. Большой. Сколько? Большой. Ещё. А ты вот так вот убирай. Да. Они же разобранные. Стой. О, Рома, смотри, что мы делаем с ним. Вот когда у нас несколько кусочков. Мы их вот так вот расплющили. Наташа на своей кухне работает. Расплющили. Или вот такую как бы в серединку ромашкой собираем. Наташа, ты замужем тебя спрашивают? Конечно. Здрасте. Собираем, переворачиваем. И дальше вот так вот ладошкой. Дай мне твою ладошку. Вот так ладошкой. Да. Теперь давай вот так вот. Вот сверху вот так бери. Вот смотри. Да. Только ладошку вот эту выпрями. Выпрями. Берём сверху. И катай по ладошке второй ручкой. Вот так вот пальчики сделай. Вот так вот. Как накрыла. Наташка говорит, пригласила. Да нет, мы просто мимо проезжали, напросились. Вот так вот. И Наташка работает. Вот. Видно, что Наташа это всё бесит. Что говорили? Взвешивай, взвешивай. Ну понятно, пришли тут такие две ученицы на кухню. Теперь взвешивай. Но это будет много. Дай я сама попробую. Я сейчас так реально не это. Ничего не запомни. С прямыми эфирами. Подожди. Подожди. Я тебе сразу говорю. Не мечей. С прямым эфиром делов не будет. Так, смотри. 27 мало? Добавь. Добавила. Дальше. Значит, что мы делаем? Вот так вот, да? Да. Как бы так воздушно? Нет. Нет? Хорошо. Ну давай. Вот смотри. Вот это у тебя состоит из кусков. Ты его сначала вот так вот слепила. Дальше вот так вот, как бы, цветочком. Да, да. В серединку. Ну то есть, чтобы он у тебя был однородный этот кусочек. Сделала всю серединку. Перевернула. Дальше дай мне свою ладонь. Дай мне свою руку. Вот так вот открываешь. Распрями ладонь. Ну поняла. Можно по столу. Вот смотри, можно делать это по столу. А я сделала. Надо здесь. Ну поняла. Дай мне. Можно делать. Мне удобнее по руке. Мало. Давай. Мало. Еще надо. Нет, ну-ка у тебя что? У тебя мало. Мам, я кормлю. Не кормлю, бро? Нет, не кормлю. Чисто. Не кормлю. 30 ровно. Так, поняла. Вот смотри, у меня не получилось. То есть, я сейчас... Сначала сделай лепешку. Не надо катать его. Так. Я сегодня могу. У тебя аллергия на меня началась. Смотри. Раз. Лара, сколько у меня там? Смотри. Вот так вот, да? Вот так я их закатала. Так. Потом, значит, не пыхти мне в ухо на нервную. Давай еще раз покажу. Вот, смотрите. Вот смотрите. Обязательно, чтобы они были вот такой прям вот идеально. Ну, чтобы у тебя красивые были беляши, а они вот такие подорванные. Вот смотри, вот. Раскатала сначала вот так. Дальше. Собираешь в серединку. Зажар. Вот. Это я поняла. Не поняла ты, походу. Смотри. Ну вот смотри, что они так делают. Ну так у тебя вот это-то неровное. Вот ты понимаешь, у тебя что? Твою му... Перевернула. И дальше ты как затягиваешь. Много теста, говорит, нельзя трогать. Вот тут что я сделаю? Я много его не трогаю. Зайка. О, ты там уже. У Лавры вообще красиво. Не, у нее, видишь, чуть-чуть умнее вот этот край. Давай, давай, то я тебе объясню. Вот. Сделала. Тинь, тинь, тинь. Это мое. Это твое, ты молодец. Поняла? Собрала. Перевернула. Видишь, у тебя гладкая сторона. Отрежьте ребенку тесто, пусть играется. Да. Но она играется уже. Так. Ты поняла? Да. Ты даже не посмотрела. Посмотрела. Мне сейчас надо выкатать вот этот прямой. Вот так вот. Мне вот с таким что делать? Вот. Так. Ты видишь, он у тебя неровное? Да, неровное. Вот так вот. Ты его размяла. А, размяла. Дальше. Собираешь в круг ромашку. Ромашка. Все, понял. Перевернула. Видишь, у тебя гладкая сторона. И дальше ты затягиваешь. Дай я твоей рукой тебе по ладони сделаю, чтобы ты поняла, как затягивать. Подожди, мне надо самой это допетрить. Подожди. Пока я сама не врублюсь. Во! Не, а теперь вот давай мне твою руку. Ну, давай! Ты видишь, ты он перевернул. Вот ладонь вот так сделала. Вот так. Да. Теперь руку вот там. Вот, смотри. Просто почувствуй. Я как бы затягиваю его, понимаешь? Ну, давай попробуй. Смотри. Давай, займем. Ага. Все, сейчас сделаю. Ладно? Подожди, смотри, поход получилось. Оно? Ну, что ты идеальный? Что ты уже начинаешь это докапывать? Во! Красивый. Давай. Давай дальше. Сейчас я отработаю технику, так сказать. Отточу. Отточу или обточу? Отточу. Лаура, только 30 грамм. Взвешивай. Вот. Втягивающими движениями. Подожди. Дожди. Ты как будто бы его полотно... Я поняла. Я поняла. Ты чувствовала, когда я... Боже, не знала, что Наташа такая перфекционистка. Налейте Ленке шампанского, пусть даже просто беляши. Да нет. Мы же на ПП, мы шампань не пьем. Все хорошо. Вот. Молодец. Ты сильно вот закатала и оставляешь. Все. 23 мало. 23 надо довесить. Так, ну что там? Чего там? Почему нет Ксюши Бородиной? Ксюха любит есть. Девочки. Лена, это не твое. Почему не мое? Ты что ж вы меня сразу так списываете со счетов-то? Я впервые это делаю. Слушайте, все когда-то чему-то учатся. 25. Мало. Отход. Пойдешь? Давай, давай. Смотри, еще раз оттачиваем. Смотри, на глаз я уже примерно знаю. Смотри. Видала? Четко. Четко, Лена. Значит. Лена Петровна, все четко. Все четко. У Лены Петровны всегда все. Лаура, сколько весы пока? 27. 27 мало. Нормально. Смотри, сделала так, сделала так, сделала так. Теперь переворачиваю и закатываю. Все, я уже поняла. И вот как ты по ладошке, ты как бы затягиваешь. Гладим ладошку и посмотри, какой сейчас перфектный. Давай, давай. И сравним. Смотри, смотри, смотри. Мучу, мучу запутать. Хочу. Наконец-то, Лена Петровна. А, мамача. Ребенок, помоги. Так, давай. Я с мамой. Сама. Мало. Нормально. 27. Я слеплю и 27. Я его слепила из того, что было. А потом, что было, то и полюбила. А что будет дальше, раскатка. Лена, держись. Так, теперь взвесим последний кусок. Он у нас 55. Мы его пополам просто поделим, и все. Все, я уже научилась. Она уже все скатала. Да. Тут делов-то. Тин-дин-дин-дин-ти-ри-ри-ри-ри-ри. Красиво. Вот просто тут как бы как с ножем. Да все, уже не это, не до того, что ты делаешь. Ты просто красиво же получилось. Что ты начинаешь? Все? Отлично. Да, это, слушай, ну тебе, может, тебя сейчас. Есть такое полотенце? Сейчас вечер. Я занятой передел. Что? Ничего. Такая особенная технология на обкат тесто. Да. Наташа, рецепты. Да, да, да. Да, да, да. Что еще? Сколько у тебя там было на весах? Все? У меня... Все. Будем начинкой делать. Помоги. Помоги. Молодые девчонки. Так, и что мы делаем? Ну что, все? Дальше. А ты куда поставил? Ну, я хочу перевернуть. Что мы дальше делаем? А дальше начинка. А, начинка? Подожди, у меня грязная камера. А теперь надо все хватало делать? Да. Угу. Бумажное полотенце. О, какой красивый. Может, будем кого-нибудь подсоединять в прямой эфир? А вот так вот так? Сейчас вот так. Кто хочет нам в прямой эфир, добавляйтесь. Да. Поболтаем. О, вместе поболтаем. Вместе поболтаем. Вон. Сейчас вот как запросы кидает, а потом раз и сливается. Как и есть. Ну, вот давай, Викторию. Ага. Ждается запрос. Сейчас губы накрасим. Олифак наденем. Подключение. А их вот так будет. Сейчас вот там у нас. Все. Вышло. Ну, вот такие вы трусишки. Тогда и не добавляйтесь. Так, значит, что получается? Вот этот самый главный момент. Мы берем плюшечку. Мы без дырки делаем. Подожди, смотри. Вот так, да? Как мы его раскатываем? Подожди, чтобы оно было. Я тебе раскатываю. Так, вот, давай, покажи. Ну, надо было, говорят, в тормашках. Ну, ладно. То есть мы вот этой гладкой стороной... Хорошо вот так вот пальчиками... Вот здесь делай. Хорошо вот так вот пальчиками разминаем. Дальше кладем фарш. Ну, примерно такую ложку чайную с горкой, да? Наверное. Я бы сказала, даже две. Даже две. Дальше. И лепим. Вот. Ну, полностью залепляем. Можно с дыркой делать беляши, но это тесто, оно такое... Лучше сразу... Смотри. Значит, теперь как такое лукошко, дальше я его так... Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Скручиваю. И прижимаю. А дай... Что дальше делать, Зайка? Нормально у меня такой? Да, дальше вот так вот хорошо... Берем, значит, фарш. Лен, то есть у тебя получается дно узкое будет, но тонкое. То есть тебе все надо равномерно расправить? Ну, ладно, я. Нужно. Сейчас, Лаура сделает свой. Лаура, только надо посильнее, прям прям посильнее. Вот, знаешь, по кругу. Цветочек собрать. Ну, переложи мне. Цветочек собрать. Подожди. Так, 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 ага. Ага. Дырочку мы не оставляем. Мы делаем такую пипочку. Да. Пиписюлечку. И вот так вот, когда ты ее сделала, пипа попочку. Ты знаешь, как вот так еще крутоненько. Как манты делают, да? Ну, они не манты, это какое-то, по-моему, другое. Фекалы. Ну, что-то типа того, да. Вот так норм? Смотри. Да. Что делаем? Дальше перекрылся. Ого. А ларец-то просто открывался. Ешки. Ешки-матрешки. Так, все. Понял. Смотри, сейчас вообще техника пойдет такая. Ты ребенку не помогла даже. А ребенок только сам хочет. Она никогда ничего не хочет ей помогать. Вот так? Конечно. Ну, почему не так-то красиво? Надо было размять ей помочь. Ты прям хочешь, чтобы она тебе вообще тут сейчас сдала экзамен. Лаура, может, ты нам будешь фарш накладывать, помогать, а то, чтобы руки нам не пачкать. Давай, Лаурех, вставай мне, иди, накладывай. Хорошо. А что у нее? Замечательный беляш получился. О, мой маленький, воздушный. Так. Ну что? Эх, я на работе смотрю. Что, трусишки, добавимся в прямой эфир? Иногда волосной надо бить петенью. У меня волосы, они не выпадают. Я же пью витамины хорошие. Ну, давайте. Кто там у нас? Давай, Лаурех, маменька. По три вопроса. Можно самые такие? Чтобы ты не ходила, да. Ну что, опять нет, да? Ну что, есть у нас в ней трусишки? Больше, больше. Хорошо, я у вас бороду. Бороду, Лена, хватит. Подожди, что там пишет? Лена, хватит пиарить. Пиарить свои часы. Ой, этим часам уже 200 лет. Пора в другие, Ксюк, пиарить. Давай к нам в эфир, Ксюнь. Мы тебе такие тут сейчас лайфхаки. Победу щёчком. Нафиг тебе этот макияж, Ксюх. Бросай ты эту профессию. Вон она чё, где счастье. Иди к нам. Да лиши липись. Оставайся, мальчик, с нами. Лоря, аж больше теста. Нашенька, район. Почему она такая большая лепёшка? Она не 30 граммов была. Давай. Всё, это мало фарша. Больше, больше, зайка. Больше? Конечно, больше. Ну что, трусишки никто не добавляется. Ну столько? Ещё. Давай Катюху вот. Ну Катюха точно добавится. Давай, Катюха. Добавляйся. Если вдруг. Мама, я всё мало. Мама, ну у нас так не получится, Лаура. О, Катюха присоединяется. Привет, привет. Как дела, Катюха? Ой, вообще, Лена, отлично, спасибо. Дома? Лена, а я как будто не здесь. Нет. А где вы в таком снегу сидите? В Новосибирске. Ого, и что у вас там? Да. Ещё больше, чем в Москве, по-моему? Ещё больше вообще, прям, намного-намного. Вообще, прям. Катюх, скажи мне честно, ты научилась уже делать беляши? Умею делать беляши. Вот мужчины только нету, которым бы я стряпала. А, вот эта проблема, кстати, более весомая, чем научиться делать беляши. Сначала надо мужика найти, а потом, короче говоря, беляши. Не говори. А сколько тебе лет, Кать? 32. А мне кажется, ещё есть шанс быть замуж за принца, даже если немножко, за 30. Не говори. Смотрите, как красиво, Кать, получается. Давайте, два вопроса от вас. Девчонки, вопросов нету. Хочу просто сказать, что вы такие молодцы. Я вас сильно люблю. Спасибо большое. Вами горжут, девчоночки. Вообще, давно на вас подписаны, и вообще, вы прям мега крутые. Благодарю. Моя рука вас благодарит. Давайте. Снег. Люблю. Пока. Пока-пока. Спасибо. Спасибо вам. Так, дальше. Кто там у нас? О, это что-то. Ты в прямом эфире. Ксюх, ты в прямом эфире. Ты можешь подружкой своей сказать, чтобы она была с неё и не сыпала? Я уже сказала, Ксюх, сто раз. Она мне так сам не завидует. Средний, волоснёй сыпать. У меня прекрасные густые волосы. Они не сыпят. Ну, собери резинку, да. Сделай два хвостика и заверни назад. И заверни ей беляш, да? Заверни. Потому что реально у вас сейчас смотри с волос волосик. Давай присоединяйся, волосик. Ксюх, бросай свои съёмки. Бросай работу. Это всё неплохо. Пойду учиться делать беляши. Да нет, спасибо. Я ещё поработаю. У меня нет таких часов крутых. Пойду на заверни. Согласна. Но это фейки. Согласна. Ты понимаешь? Это с Дубровки. Вот подвинь её и вот покажи. Вот наденьте шапочку, наденьте шапочку. Я Наташке сказала, если у неё шапочка, она сказала, я на своей кухне хоть без трусов буду готовить. Это моя кухня, мои правила. Ой, а у меня, кстати... Смотри, вот это из ванной шапку. А, у меня есть поварская. У меня есть поварская, Ксюх, я ещё оставлю. Ну, какие вот подружки. Мы обычно в отелях пройдём вот это. У меня только пробники гелий есть. Ой, извини. Ну, ты посмотри, что творят. Что ты мне как китайца-то начинула, блин? Извините, пожалуйста. А выпечка вся сегодня свежая или нет? Ксюх, ты не видела, я на неё шапку надела. Сволочи, просто сволочи. Смотри, какие красивые у меня беляшоки. Натянули на меня шапку. Ну, что ж такое-то, а? Я как зэк с кухней тюремной. Нам не надо 900. Два по 200 и 500. Ну-ка, пират. Кто пират? Да почему пират? Ты мне брови-то так утянула? Я теперь понимаю, почему ты так молодо выглядишь в своих эфирах. Тут натянула, там в корсете. Блин, я пытаюсь тебе сказать, что ты меня сейчас убьёшь. Не надо, мне почему? Что? У меня липучка в волосы упала? Липучка в волосы. Главное, чтобы у меня говядина в волосах не была. Давай! А как мы потом вытащим из волос тебе шапку? Главное, как это, повариха с тюремной кухней. Я не знаю, здесь полоска. Будем вырезать зато. Всё, отвалите, давайте, не сбиваем масть. Красота, страшная сила. Псюху люблю. Она всё правильно говорит, я сама всегда это шпиняю. Да почему ты-то ходишь без шапки? Слушай, у меня убрана голова. Здрасте, я без шапки. У меня голова. Я давно у голова убрана. Я с детства такая. Можно ставить уже масло в дверце. Давай, ставим масло. Жарить будем. А мне идёт. Красная гвардия. Я всегда говорила. А что? Кто у нас там есть ещё? Он ушёл отсюда, помощник. Лаура, не надо. Я доделываю? Конечно, доделываю, что ты ждёшь? Беляши сами не сделаются? Слушай, Наташка, если ты мне, ну, прости, я правда научусь делать тесто. Да его легко делать. Это за пипец. Только на стол тесто. Лучше сразу в фарш. Ой, в тесто. Блин. В пиляш. В пиляш. В пиляш. Пиляши такие-то. Это что такое? Это ничего, это тесто. Я уже на тебя ругаться хотела. Да ты уже что-то сильно раздухарилась прям. Я раздухарилась? Я вообще молчу, стою. Если бы не Ксюхова, минуты славы бы не было. Это вообще не было. Кто там ещё? Наташка, супер веселый у вас. Да. Скучно у нас не бывает. Это вы ещё с нами в баню не ходили. В бане все самые ржаки. Что, кого ещё там? Посмотри. Я смотрю, успехи на глазах делаю. Согласись, я очень творческая, талантливая. Всё у меня легко с руки. Я не умею так хлистить. А помнишь, ты говорила, что мы что-то закладываем с Алиэкспресс? Ха-ха-ха-ха. Часы. Дочь спалила всё с Алиэкспресса. И, кстати, она тебе продолжит свою тему. А почему мы закажем? Потому что Наташа всё время заказывает с Алиэкспресс. Мы тут взялись заказывать какие-то антистрессы для детей. Как выяснилось, что они только на Алиэкспресс. Мы где их только не пытались купить. Она говорит, я говорю, давай прием к Наташке. Ну, ты с Алика заказывала? Чего ты ржёшь? Ты с Алика заказывала? Почему ты меня втягиваешь? Почему втягиваешь? Я не знаю, у тебя половина гардероба оттуда. А что вы там постыдного? Ну, короче, суть в том, что реально... Гарри Поттер. Гарри Поттер с Алиэкспресс. Я Гарри Поттер из Орланды, из Патрии привозил. Да она тесто с Алиэкспресс берёт. О чём там говорить? Я тебя умоляю. Ролекс, а ты думаешь, откуда? С Алика. С Алика. В общем, реально, Наташка, слышишь? Слышу. Нет, это... Как он называется? Лауран. Пупырчатый антистресс. Лауран. А расскажи, что мама обещала с Алиэкспресс заказать? Такой антистресс для детей. Он такой, называется пупырчатый антистресс. Пупырчатый антистресс. А что ты? Ты жену заказать. А что ещё? Наталья Варвина, ВВВ. Хватит меня втягивать. Попалилась уже, разгребайся. А что ещё мама с Алиэкспресс хотела заказать? Между нами. Пальба. А нам что-то там не помним. Ну смотри на неё, рассказывай. А ты только что хотела... Сказала, что часы... Часы? Часы? Так это что с Аликой? Давай заказывай. Ну, так мне пора обновиться ко всему можно. Максим Галкин, надеюсь, слышит наш прямой эфир. Может, Алик-то... Ксюха пишет с рекламой. Чё с рекламой? А, реклама маленькая? Так она и говорит, что Галкин нам уже должен вот это... Мама, а ты что-то с Алиэкспрессом... Да и пупырчатый антистресс. Сейчас все дети полотеют. Да понятно, конечно, пупырчатый антистресс. Распродажа. Кого кормить будете? А вам вот этих ртов недостаточно? Блин, что у тебя за фильтр? Почему у меня здесь такая... Ладно, сейчас поменяю фильтр. Ты сейчас какой-нибудь урода выставишь, да? Нормально. Нормально чё? А прикинь, на мне не работает. Классный фильтр, мне нравится. Наташка, когда вовремя в беляше не напекла, так и по кухне ходит. Мужчинка. Не работает на мне. Нет, это из парка Юниверсу. Мама, честно, говорит. У меня всё... Гарри Путер, у меня всё из парка Юниверсу. Наташка, когда рассказывает, что с Алиэкспресс не заказывает. Да. Хорошие виниры. Неплохие. Да блин, ну... А там не слышно без звука. Подожди, да как убрать-то тебя? Господи! Господи! Что такое? О, блесточки хочешь? Блесточки? Да. Всё у нас масло там греется, но можно уже... Так, подожди, момент-то упустили. Балаболки две. Смотри. Значит, что мы делаем? Здесь у нас сковорода такая, кстати, из малины шуб. Да, как и есть. Я люблю их. Смотрите. Не, рано ещё, видишь? С толстым дном. С толстым дном. И масло бы я подливала ещё. С толстым дном. Вот такая чугунная сковородочка. Пока она чугунная. Ну, такая, летая. Добавляем сколько масла? Ну так, чтобы они плавали или нет? А, чтобы они наполовину были в масле. Чтоб наполовину были в масле. Да. Чтоб наполовину... Чтоб наполовину были в орифтуре. Да, только это, орифтуре аккуратно. А, кстати, ходи, орифтуре. Нет, не буду, оно ещё греется. Нам надо хорошо нагреть. А почему я одна не плываю? Я пить хочу. Пить хочу. Наташа, что, воду можно пить? Нужно, она с Алиэкспресса стоит. Хорошая вода, значит. Качественная. Так, а кружек нет? Нет, конечно. Все на воде остались. Хочу обратить внимание немножечко на то, как... Леночка похудела, пожалуйста, пожалуйста. Рассмотрим со всех ракурсов. Где кружечка, Наташа? Весь, в шкафу, вот. У шкафчики, как мне понравилось. А эти, кстати, прекрасные бокалы с Валерой Бог я тебе привезла. В Валерой. Валерой мне. И я тебе тоже их заказала на Алиэкспрессе. Чё ты гонишь? Откуда ты знаешь, откуда я тебе эти бастаканы подарила? Нет. Вместе пойдём. На пол. Чё ты там одна была? Ну чё, добавляться будем? Курочки. Время пострелять между нами. А, у нас кто там? Кто там, кто там? Она на чё, Михалыч? Ну чё? Подожди, запросов-то немного. Полчеловека. Подожди, давай Эльмирочку. Мы разговаривали с Эльмирочкой? Красота спасёт мир. Вот у нас Марина есть. Давай, Марин. Топи за красоту. Чё ты у нас за курочка такая разлегла? Здравствуйте. Ого. Вы сейчас как Митярне Мурганти, когда у них раньше был прямой эфир. На ты тогда. Блин, миллион долларов. Привет, Марина. Как ваши дела? Блин, ну офигенно и неожиданно. Вот так вот сидела себе, полила чебуреки, и раз прямой эфир попала. Моя дочка, у нас тоже дочка. Вот, у нас дочка и какая девочка. И там девочка из какого города? Нет, как ни удивительно, мы тут рядом, коммунарка, с вами. Не езжайте, у нас ртоких, отбилижай на всех вас. Спасибо большое, девчонки. Ну, блин, вообще куча восхищений, круто. У меня сердце вообще волнуется, как будто я экзамен сдаю. Не волнуйтесь. Пару вопросов от вас. Давайте подумайте, что-нибудь нам в такой кавер знай. Вы куда-то... Достаточно будет каверных вопросов. Просто хочу вам пожелать такой же клевой дружбы, какая у вас есть. Выходить почаще в прямой эфир. Как вы считаете, Наташка по-настоящему ко мне относится по-дружески? Или так? Ну, если учесть то, что мне тоже много лет, мне 41. И когда-то я начинала очень много. Я не знаю, как вам. Она меня не делает. Нет, нет, нет. Я к тому, что я начинала вас смотреть в Дома-2. И, то есть, наверное, как бы, как и большинство, являюсь свидетелем вашей дружбы. И все, как у девочек. И плохое, и хорошее есть. Поэтому абсолютно нормально. Думаю, что у вас искренняя хорошая дружба. Поэтому так же и продолжайте. Спасибо. Спасибо. Замечательный тост. Вы знаете, у меня сегодня такой немножко грустный день, потому что улетел супруг на Ямал. Ого. Он там работает. И когда-то мы там жили. Поэтому беляши только можно смотреть у вас. Но единственное, что очень благодарна Наталье за все-таки вашу диету. Лен, вы молодец. Я иногда срываюсь, но пытаюсь лежа не придерживаться. Поэтому 8.16 пока рулит. Вообще, 8.16 топчик. Топчик. У меня минус 5 уже. Минус 5 за месяц. Вот так сверху видно. Ну, потому что я, я, к сожалению, я пробовала очень много диет. Не получается. А в этот вариант он максимально приемлемый. Ну, продолжайте в том же духе. Пока нет мужа, можно не есть. Потому что там мужики на кухне, они постоянно есть хотят. А когда их нет, то их вроде кушать меньше хочется. Все. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо. Так, отключаемся. Как отключить? Пока, пока, малыш. Как нам отключиться? Отключитесь. Я забыла, как вести прямой пыль. Так, мы что сделали? Мы туда засыпем. Лена, ну что у тебя там показывает? Масло должно полностью закипеть. Не закипеть, а хорошо нагреться, потому что, если будет перегретое масло, это тоже не будет. Ну, просто, да вот вы подносите руку, такой жар должен идти от масла. Ну, понятно, оконать не надо. Ты их погружаешь, потом они запекутся, и ты, короче, их переворачиваешь. По сколько минут? По-моему, жарится, буду смотреть. Вот я сейчас на пятерке готовлю. Ну, то есть на девятку мы не ставим. Мы сначала разогрели, потом на среднем огне готовим. А ты знаешь, что делал этот какой-то глот? Ронер. Да. Я сказала, мог сидеть, он сейчас... Это 8-16, да. Есть разные системы голодания, можно по-разному под себя подстроить. Я говорила, что завтракаю я где-то в 10, а ужинаю последний раз в 6. Между этим у меня есть два или три приема пищи. Перекусов быть не должно. Натаска не перекусывать, я иногда могу попить кофе. То есть я могу в течение дня попить два раза кофе. И у меня это тоже будет считаться как перекусом. Поэтому, если есть возможность вообще между завтраком и обедом ничего не есть, будет вообще здорово. Просто водичка. И после 6-ти ничего не есть. Я была уверена, что это просто комок теста это. Ну, такие пельменики-то. Давай. Передаю привет. Передай мне привет. Привет. Так, ну что? Шестерка я поддобавила. Ты добавила? Да. Что, будем продолжать? Или потом уже снимем историки, как у нас, как мы сочно едим? Да. Я думаю, похуде. Мы все уже надоели. Надоели мы вам? Лена, а муж не хочет похудеть? Ну, у меня он достаточно не толстый. У него просто есть небольшой животик, но он может легко похудеть на 10-15 килограмм. В том году он похудел за, ну, наверное, месяца полтора на 10 килограмм. Абсолютно спокойно. Но он сидит на другой диете. У него диета по дюкану. Это белковая атака. Мне она совершенно не подходит, потому что у меня высокий холестерин. И как бы мне для сосудов, для всего это такая противопоказанная диета. Поэтому для меня больше всего подходит интервальный голод. Это более такой оптимальный вариант. Но если у вас, допустим, нет противопоказаний, то по дюкану, по белку, когда ты ешь просто один белок, то худеешь прям тоже очень хорошо. Но это больше у него на странице, кстати, есть, как он худел. Нет, вы нам не надоели. Скучаем. Кто там, по-моему, скучает? Можно, давай, на штучку. Штучку. А это ты зачем делала? А это ты зачем делала? А, у нас же еще будут пончики. Из этого же теста мы делаем пончики. Вон она что. Так, ты сейчас что делаешь? Ты берешь тесто. Ну расскажи. Я беру тесто. Это другое тесто или это же? Я из этого же, у меня осталось. Слушай, надо эти перевернуть. Как их перевернуть? Скажи. Давай. Одну переверни, потом я. О, красотишка. Давай я переверну, дай попробую. Слушай, ну у тебя так маслица прям томится, да? И не сильно оно не шкварчит. Ну, что, конечно, не кажется, что она сломала. Помнишь ли у меня, зайцы? Что это у вас про непрокоповое? Шкварчит. Так. И сколько мы? Ну, примерно, в общем, получается, что где-то по 4 минуты на каждую сторону, да? На умеренном огне получается вот такая вот красота. Пончики. Что пончики? Ты формируешь. Здесь же вся фишка пончиков. Это в тесте? А, у тебя же еще крем, да? Да, у меня вон тесто на пончике. Это я просто из беляшей тесто не хочу выбрасывать. Оно похоже. Если чуть меньше этого. Так, мы будем делать пончики еще с заварным кремом. Девочки мои, я полюбила вас, да нам. Та-да-да-да. Чего ты комплименты не читаешь? Тебе тут не пишут. Только меня хвалят. Как вкусно кому-то будет. Да, будет вкусно. И, кстати, 3 часа дня надо успевать наедаться. Наталья Красо... Чего? Случайно. Зачитай. Зачитала. Комплимент. Зачитай. Чего там? Подскажите, пожалуйста, хорошего психотерапевта. Лен, чего там про меня? Так, пишу, что. Мереши, так себе. Так себе? Так, ну что? Что? Отключусь я. Да, отключаюсь, прощаюсь. Прощаюсь. Давайте все остальное будем... Запишем в этих историках. Я вас всех тоже очень-очень люблю. У меня все хорошие, замечательные. Целую, обнимаю. Наташ, помаши ручкой. Лереш, помаши. Пока, девочки. Пока, девочки. Увидимся. Так, слушай, прикинь, даже забыла, как завершать эфир. Сохрани.